Айфон 4s и айфон 4. А близнецы ли братья? Вид изнутри. Эффектного появления айфон 5 не случилось. Вместо этого миру явился слегка обновленный айфон 4, получивший индекс 4s, новую камеру, двухъядерный процессор с графическим ускорителем и голосовой сервис Siri. По ходу разбора попробуем сравнивать 4s с его предшественником. Первое отличие двух моделей – это рамка. В модели 4s она делится по-другому. Начинаем разбирать 4s. Откручиваем два винта в нижней части. Затем снимаем заднюю крышку. Она снимается так же, как и в четвертом айфоне. Смещается вверх и поднимается. Но крышка 4s имеет металлизированное покрытие и металлическую защелку. Начинаем снимать аккумулятор. Откручиваем винты. В четвертом айфоне аккумуляторный коннектор закреплен одним винтом. В 4s – двумя. Отщелкиваем коннектор немного различаются по размеру и емкости. Емкость АКБ iPhone 4 была 1420 мАч. В 4s она увеличилась на 10 мАч. Начинаем отсоединять разъем нижнего шлейфа от системной платы. Так же, как в iPhone 4, он крепится небольшой металлической планкой на двух винтах. Откручиваем винты. Снимаем разъем и переворачиваем его. В отличие от iPhone 4, полифонический модуль с коаксиальным кабелем можно снять, не снимая системной платы. Пинцетом отсоединяем коаксиальный кабель и откручиваем два винта, фиксирующие полифонический блок. Извлекаем полифонический блок. Полифонические блоки двух моделей идентичны. Небольшое отличие лишь в длине коаксиальных кабелей. Начинаем снимать верхний экран. Откручиваем фиксирующие винты. Металлической лопаткой поддеваем экран и снимаем. Откручиваем винт, фиксирующий Wi-Fi антенну и снимаем ее. В iPhone 4s Wi-Fi антенна находится отдельно, а в iPhone 4 идет в сборе с экраном. Начинаем снимать камеру. Металлической лопаткой поддеваем камеру и извлекаем ее. Разница двух камер в количестве мегапикселей. У iPhone 4 их 5, а у iPhone 4s 8. Плюс камера 4s лишилась бокового хвостика. Начинаем снимать системную плату. Отсоединяем все шлейфы, коаксиальный кабель и откручиваем все винты. В отличие от iPhone 4, плату 4s фиксируют шестью винтами. В iPhone 4 плата фиксировалась четырьмя винтами. Прежде чем снять системную плату, вынимаем сим-лоток. Не забываем выкрутить шестой винт, находящийся под стикером. Снимаем системную плату. Системные платы внешне похожи. Отличаются они в основном начинкой. Под несъемными экранами находится мультимедийная память. Чуть ниже находятся контроллеры питания. На обратной стороне разница бросается в глаза. На iPhone 4s стоит новое поколение процессоров A5. Начинаем снимать нижний шлейф. На вид нижний шлейф практически идентичен шлейфу iPhone 4s. Пинцетом отсоединяем разъем шлейфа кнопки Home. Затем откручиваем два винта, фиксирующие шлейф к раме. При помощи пинцета вынимаем микрофон, а затем извлекаем шлейф. Как видно, нижние шлейфы у данных моделей одинаковые. Единственное отличие в iPhone 4s есть небольшой экран, закрывающий все контакты системного разъема. Снимаем вибромотор. Вибромотор iPhone 4s стал больше по размеру и мощнее. Пинцетом снимаем фиксатор шлейфа с датчиками. Выворачиваем шлейф и достаем слуховой динамик. Видимых отличий между динамиками двух моделей нет. Убираем стикер и выкручиваем оставшиеся винты. Боковые винты можно до конца не выкручивать. Поддеваем дисплейный модуль скальпелем и отклеиваем его. Внешний вид обоих дисплейных модулей почти одинаков. Небольшие отличия заключаются в том, что крепление рамки находится в разных местах, а сам толкатель кнопки Home находится в модуле. С помощью пинцета и отвертки снимаем кнопку Home. Если снять шлейф с кнопки Home у iPhone 4, то мы увидим небольшую разницу. В iPhone 4s шлейф кнопки кладется мембраной вверх, а в iPhone 4 мембраной вниз. Аппарат разобран. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok